Антиквар У нас в студии сегодня Надежда Джузь, Антиквар. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже очень давно мечтала пообщаться с человеками, которые увлекаются антикваром, старинными вещами. Сегодня, наверное, у нас будет очень много вопросов к вам. И для начала расскажите о том, как и когда вы начали заниматься этим. Ну, коллекционированием я начала заниматься еще с детства. То есть, это сначала бы, как у всех детей советского прошлого, это были календарики, марки, монеты. Впоследствии это переросло уже в более серьезное, да, как любая девочка. Я всегда любила украшения, статуэтки, красивые вещицы эстетичные. И у меня была такая возможность, потому что мой отец был капитаном дальнего плавания. И так как раньше были по 8 месяцев, да, у нас рейды, то он привозил очень много с собой различных вещиц интересных. Что же было дальше? Вы начали увлекаться антиквариатом. Это дело интересное, но совершенно непростое. И, как мы сказали, наверное, таким человеком нужно родиться. И не женское. И не женское. Вот вы говорили, кстати, что есть стереотип, да, относительно этой профессии. Конечно, мужчины. Вообще антиквары, ну, так принято, да, с определенных времен, конечно, это мужчины. А женщины, они больше-то жены, дочери, да, дочеря. И мужчины, они, как бы, этим занимаются чаще. И вот в чем для вас основная сложность, получается, в этой работе? Для меня основная сложность? Да нет у меня никакой сложности. Я занимаюсь любимым делом. И это очень интересно и увлекательно. Будучи коллекционером, да, я коллекционирую свои собственные, то есть у меня есть свои собственные направления. Если в украшениях, то это киевские, шотландские украшения. И путешествуя по всему миру, то есть у меня есть возможность постоянно пополнять свою коллекцию этими замечательными вещами. Вот вы уже заговорили, что, например, одно из ваших увлечений – это украшение. Есть такое понятие, как, наверное, если будет правильно сказать, специализация, да, среди антикваров. Вот чем еще вы конкретно увлекаетесь, помимо этого? Да, безусловно, специализация, она очевидна, потому что коллекционировать, в принципе, невозможно все. Это настолько широкий формат, да, что человек, он все равно выбирает свои собственные пути, да, в коллекционировании. У кого-то, я могу сказать о себе, да, это украшения, это статуэтки, это вещи, больше связанные с эстетикой. Это определенные вещи, которые представляют эпоху в плане одежды, аксессуаров. Мужчины у нас больше любят, что монеты, марки, военную атрибутику, какие-то морские, морскую тематику. Больше занимаются мужчины, безусловно. Я, как женщина, конечно, предпочитаю больше украшений и все, что связано с бытом, с интерьером, с различными вещами, в виде аксессуаров. Очевидно, что знания вы черпаете исключительно потому, что увлекаетесь очень подробно этими предметами всеми, можно сказать, охотитесь, да, наверное, за ними по всему миру. Я знаю, что у вас было много интересных поездок, можете немного о них рассказать? Да, мы с моим супругом объехали, можно сказать, весь мир. Это и Соединенные Штаты Америки, и большая часть Европейского Союза. И могу с удовольствием похвастаться, что в этом году мы совершили большое турне от Владивостока до Санкт-Петербурга на автомобили, заезжая в крупные города России. Это было очень интересно и познавательно. Мы посетили большинство антикварных магазинов, пообщались с людьми, которые занимаются данной профессией, посетили блошинные рынки, да, и это было очень интересно. А какие города изобилуют антиквариатом? Ну, безусловно, это западные города. Мы возьмем, конечно, Москву и всю префектуру, которая к ней относится, да, в виде Золотого кольца России. Там все, что связано с антиквариатом, оно было всегда, да, испокон Руси, есть такое выражение, и до сегодняшних дней, включая и советская, да, когда была советская власть. То есть там это было всегда и всегда было на пике популярности. А какую страну Вы бы назвали, наверное, столицей мировой антиквариата все-таки? Ну, если взять по изобилию и по разносторонности, то, конечно, Соединенные Штаты Америки. И это связано, конечно, с тем, что очень много людей были иммигрантами, да, в данную страну и привозили с собой те вещи, которые считали для себя очень важными, да, это и фамильные какие-то драгоценности, и атрибутика, да, определенная, интерьерная, и везли туда целыми титаниками, да, если так можно выразиться. И, конечно, по разносторонности, изощренности, конечно, американский рынок и доступности, скажем так, он наиболее доступен, да, и интересен для коллекционеров в целом. То есть я правильно понимаю, чтобы достать какой-то очень интересный предмет, да, интересный антиквар, ему лучше поехать в Соединенные Штаты Америки для начала? Ну, смотря, о чем вы говорите, конечно, в России тоже очень много всего. И тоже очень интересный рынок, и то, что у нас еще мы можем, да, приобрести именно наше исконно русское, да, то есть связано с царскими временами или с Советским Союзом, за границей оно стоит намного дороже. Даже те же самые очень любят за границей наши меха, да, наши меховые пальто, если правильно выразиться, которые были в 50-е, 60-е годы, да, то есть с приталенным силуэтом, их за границей называют Russian Princess. То есть это такие, там уже мех может быть где-то, ну, не совсем той кондиции, которой бы хотелось, но тем не менее они стоят очень дорого и заслуживают всеобщего внимания. Также я могу сказать о наших исконно русских украшениях, о нашем исконно русском творчестве. Это финифть, да, то есть завод, он существует в ростовской финифте до сих пор, но все равно почитаем мы коллекционерам именно вещи, которые были созданы еще до Советского и в Советское, да, в Советский период, ну, не современные. И за границей очень любят европейцы эти украшения, и они, безусловно, там очень дорого стоят. То есть у нас вы можете еще себе приобрести это в свою коллекцию или просто для того, чтобы носить это? Правильно я понимаю, что наше отношение к антиквариату, оно все же разнится с отношением за границей, например, да, потому что у них как-то это более развито, что ли, я не знаю, более популярно может быть. Или же нет, или же люди понимают, что такое истинный антиквариат и его ценность? Ну, тут нужно взять, наверное, разделение России, да, то есть мы живем на Дальнем Востоке. Я когда в свое время впервые побывала в Европе, и меня спросили, откуда вы там приехали, я говорю, из Владивостока. И мне французы сказали, боже мой, это же находится на краю света, да. То есть немножечко отдаленность нас от европейской части, да, то есть сказывается на нашем менталитете в целом. Потому что если мы возьмем азиатские страны, да, которые окружают наш Дальний Восток, это Китай, Корея, Япония, у них немножечко другое отношение к антиквариату, да, они его почитают, безусловно, он у них есть, но не в таком широком спектре, да, широком понятии, как это в европейской части Союза и России. Надежда, я думаю, телезрителям уже не терпится узнать, что же такое представлено у нас на стойке сегодня, это предметы из вашей коллекции, давайте расскажем о них. Да, это замечательные куклы, они выполнены, были им уже сто лет, да, то есть они датированы по маркировке 1910 годом и выпущены они на легендарной фабрике Армандо Марселе. Почему я их сегодня с собой взяла? Эта фабрика, она была очень известна в течение многих лет, с конца 19-го до 40-го года, в начале 1940-х годах фабрика официально была закрыта. Армандо Марселе, это иммигранты в Россию, он родился в 1856 году в Санкт-Петербурге, а его отец был главным архитектором у Николая I. Впоследствии, когда император погиб, семья переехала жить в Германию, и как раз в Германии налаживалось производство кукол, да, они стали очень популярны, их делали и для богатых семей, и для менее богатых людей. И Армандо Марселе, он подхватил этот бум и стал выпускать, то есть здесь у нас бисквитный фарфор, лица вручную всё раскрашено, да, и одежда шита по индивидуальному заказу именно для в виде шотландских войск, да. Здесь всё снимается у них, натуральные волосы человеческие, да, и они в коллекционном состоянии. Эти куклы, глазки у них закрываются, называются спящие глазки, то есть это такие легендарные куклы, были созданы им в начале 20 века. И Армандо Марселе, он был ярый сторонник России, он очень любил Россию, и каждый, у нас сейчас предшествуют рождественские, да, праздники, и он всегда на Новый год, на Рождество, на своём доме и на своей фабрике поднимал именно российский флаг. То есть и очень интересная история его семьи. Ну, конечно, она занимает очень долгое время в рассказе, но куклы по-своему, они уникальны, и очень много коллекционеров, людей, да, почему я их принесла, которые именно коллекционируют куклы. Куклы — это, ну, не просто, это куклы не для того, чтобы ими играть, да, это часть коллекции, они очень интересные, кажется, что они на самом деле живые, то есть что они просыпаются и ходят, и сами между собой как-то существуют. Вот такие вот два замечательных, одетых в традиционные шотландские одежды куклы Армандо Марселе. Что ещё Вы сегодня принесли нам показать? Я принесла очень интересную шкатулку, очень популярную. Это Лимош. Лимош 60-х годов, известный нам с 1770 года. История фарфора — это город Лимош во Франции, откуда пошёл родоначальник, да, то есть фарфора Лимош, и он до сих пор, да, известен. Ну, они, конечно, очень интересные, очень красивые, вручную расписанные, кобальтовый фарфор, сцена вот такая вот с детьми, с собакой. Очень приятно каждой девушке, каждой даме иметь на своём, да, туалетном столике такую эстетичную вещицу, которая и является функциональной, потому что в ней мы можем хранить вот такие вот замечательные украшения. Это тоже у нас брошь фарфора Лимош выполненная, она маркированная, да, в Франции Лимош. Это сцены любви, или так называемый фрагонар, да, очень известный кобальтовый фарфор, то есть такая вот уникальная вещица. Это 70-й год, но она очень интересна, да, и может быть используема вполне с сегодняшним, да, гардеробом любой девушки, дамы любого возраста. Я бы с удовольствием надела такую брошь, очень красивую. Да, я думаю, вам было бы очень хорошо. Ещё хотелось бы отметить, мы говорили очень много о фенифте, да, о нашем художественном промысле нашей страны. А это микромозаика, это тоже брошь, и это художественный промысел Италии, да, известен с 11 века. Есть три вида микромозаики, флорентийская, византийская и римская. Это флорентийская микромозаика, это маленькие стёкла, да, которые называются тессорами, и вручную вот она ставилась, да, раньше они вставлялись в цементную, такой специальный раствор. И эта микромозаика, это брошь 19 века, она маркирована Made in Italy, но сегодня она тоже будет очень уместно смотреться в гардеробе любой дамы, которая хочет украсить себя необычными, интересными, да, и запоминающимися вещицами, украшениями. Какого и сегодня дизайнеры используют, да, подобные вещи? Да, безусловно. Если мы возьмём такой известный дом дизайнерский, как Дольче Габбана, да, и в 2013 году ихняя достаточно интересная нашумевшая коллекция с использованием именно микромозаики в своих лимитированных вещах. И это были подиумные, они покупали очень много именно на блошиных рынках, антикварных магазинах по всему миру и вставляли вот такие вот замечательные броши, клипсы, то есть именно в сумки, в обувь и делали из этого ход кутюр. То есть, да, все, видите, украшения, как и многие другие предметы, они были уже придуманы, да, как мы говорим, велосипед уже был придуман, и мы с удовольствием его модернизируем и используем сегодня. Также и со всеми модными домами, да, очень часто говорят, что ой, броши не модно, да, или только сейчас там были модны, например, у наших бабушек и стали модны только сейчас. Абсолютно не соглашусь, то есть каждый модный дом, да, он выпускает украшения, в том числе и броши ежегодно. Я принесла с собой вот такое вот кольцо. Почему я его принесла? Потому что оно очень, мне кажется, на мой взгляд, тесно связано с Владивостоком, да, хотя это английское, кольцо английского дизайна послевоенного периода, это серебро, кость и выгравировка, тончайшая выгравировка по кости. Здесь у нас изображен парусник и маяк, да, ну, Англия у нас тоже портовая страна, и наш Владивосток очень тоже выглядит современно, но в то же время и очень искусно, да, очень интересная тонкая работа, что тоже может понравиться. И опять и снова хотелось бы сказать о нашей стране, да, и я принесла с собой такой волшебный кулон, да, на первый взгляд, но это у нас локт, да, локт, который, так называемый, для фотографий. Это у нас царская Россия, там стоит клеймо до 1917 года, наш ювелирный завод, и здесь оригинальная цепочка, и достаточно он большой для того, чтобы использовать его для фотографий. То есть вот так вот мы вставляем фотографии и своих любимых, близких, да, и носим. Очень они были популярны в 19 веке и в начале 20-го. Но наша страна тоже не являлась исключением. То есть, возможно, такой же локт носила какая-то дама, которая была приближённая к семье императора, да, либо, может быть, одна из дочерей императора Николая II. Это серебро, правильно? Это серебро с позолотой, да, и аметист. Они были и золотые, и серебряные, и латунные. Ну, завод ленинградский выпускал вот в основном серебро с позолотой. Такая техника называлась техникой вермель. То есть очень интересно. Я вот сейчас подумала, ведь помимо того, что эти предметы необходимо найти, их ещё нужно должным образом содержать, правильно, в надлежащем состоянии. Есть какой-то особый уход? Может быть, температурный режим необходимо поддерживать определённый? Нет, слава богу, нет. Вообще, конечно, у коллекционеров, у антикваров ценятся вещи в коллекционном состоянии, да. Что это значит? Когда вещь старая, то есть она представляет определённую свою эпоху, свой период, да, но выглядит как новая. То есть, возможно, ей никто не пользовался, она лежа, возможно, она просто удачно хранилась и пережила войны, там, переезды и так далее. То есть это называется коллекционное состояние. Когда ты можешь себе позволить сам путешествовать, выбирать, да, из предложенного, то, конечно, ты отдаёшь предпочтение вещам, которые не подвергались, да, какому-то воздействию и выглядят абсолютно как новые. Наверняка у вас бывали истории интересные, когда находили какую-то вещь, например, на том же Блошином рынке, да, и неожиданно это была вещь такая очень ценная. Расскажите подобный случай. Да, из последних подобных случаев, это наш визит в Турне по России на известный Блошинный рынок, который находится на Воподресково. Это район Москвы, да, теперь уже Москвы это район. И на этом рынке снимали передачу, известную на Первом канале, с Андреем Малаховым и Региной Мясницкой, да, называлось, оно так и называлось, «Антиквариат» или «В поисках антиквариата». И вот мы тоже очень несколько раз посещали данный рынок в поисках всё-таки же своего сокровища, да, конкретно даже для себя что-то интересное. И да, моей находкой была большая фруктовница, глубокая посеребрение, она была модна в середине XIX века, его поставляли и в императорский двор. Самая известная фабрика того периода – это фабрика Фраже. Но также наши купцы, да, тоже изготавливали подобные изделия. И вот фруктовница, которую мне так удачно удалось отыскать, это фруктовница нашего купца Третьей гильдии, ХМЭ, который впоследствии при таинственных обстоятельствах исчез, там очень интересная история. Ну, это уже нужно, конечно, углубляться более детально. Но, тем не менее, вот, можно сказать, на развалах, да, то есть на полу лежала уникальная музейная вещь, которая представляет действительно музейный интерес, и выглядит она тоже абсолютно потрясающе. У нас также есть сегодня и потрясающая тарелка, которая тоже замечательно сохранилась. Как раз очень рождественская, новогодняя. Наша тарелочка. Мне хотелось бы, Анна, ещё сказать про возрастные ограничения, да. У нас очень сейчас важно для людей чёткое понятие винтажа антиквариата. Вообще винтаж, да, он у нас заимствованное, да, слово, которое появилось не так-то давно в нашем обиходе. В царской России такого слова мы не знали, мы знали антиквариат. И в антикварных магазинах можно было найти от музейных, да, вещей разных периодов до абсолютно современных. В чём и представлялся интерес данных магазинов, что каждый человек мог выбрать для себя что-то своё абсолютно уникальное. Что касательно этих разграничений на сегодняшний день, то согласно международным публикациям, да, и людям, которые имеют лицензию в данной области, винтаж мы называем вещь от трёх лет, антиквариат от пятидесяти. Нашей тарелочке в следующем году будет 40 лет, она 1977 года, поэтому она у нас ещё винтажная. Это известный фарфор, Роал Далтон, английский фарфор, узнаваемый во всём мире. Она была приурочена именно к выпуску, к Мэри Крисмас, да, к Рождеству. Здесь мы видим детей, астролист, который используется, да, в католических для плетения у нас не так часто распространённый у католиков, да, более астролисты, дети. И с обратной стороны очень позитивное стихотворение на английском языке, такое коллекционное подарочное издание, которое мы можем поставить в квартире, дома, на рабочем, да, вместе в кабинете, и оно будет всегда радовать наш класс. То есть это абсолютный предмет коллекционирования, и в то же время очень эстетичная вещица в своей оригинальной сохранившейся коробочке. Я думаю, что это было бы замечательным подарком, и, конечно же, мы задумываемся и о цене подобных вещей. Понятно, что есть антиквариат, недоступный каждому человеку, да, и ему, может быть, и не понадобится каждому, да, этим нужно всерьёз увлекаться. А есть вещи действительно доступные. Расскажите, как определяется цена таких вещей и минимальная цена вот такого, например, подарка замечательного? А что касательно стоимости, то, как любой антиквар, мы выписываем, покупаем всегда вот такие каталоги. И этого автора, и других, безусловно, они англоязычные, они международные, да. Выпускаются они ежегодно, либо это различные издания, есть и ежемесячные, которые охватывают различные отрасли, да. Это елочные игрушки, пожалуйста, это у нас и связано с оружием, это у нас и мебель, да, и украшения, и различные предметы из стекла, и картины, да. То есть здесь практически общий такой каталог для кругозор, как рекомендованный для антикваров и для покупателей, да, антикварных магазинов. Здесь, ну, ничего, здесь ещё раз. Здесь у нас представлена стоимость, да, цены, которые рекомендованы на сегодняшний день. Безусловно, с каждым годом спрос и стоимость, да, этих вещей, она всегда возрастает. Но мы стараемся для Владивостока, да, привозить вещи, которые будут востребованы и которые будут… Пользоваться популярностью. Пользоваться, да, популярностью. То есть может позволить себе каждый человек с любым достатком, да. То есть хотя это нисколько не умиляет их привлекательности и, возможно, их прошлого, да, и происхождения. То есть, ну, они доступны. Конечно, мы всегда смотрим, показываем эти каталоги, но цены здесь значительно выше, чем мы предлагаем во Владивостоке. Это абсолютная правда. Например, вы сегодня показывали замечательную брошь, которая может стать отличным подарком для девушки к Новому году. Сейчас намёки. Сколько она может стоить? В районе пяти тысяч рублей. То есть я думаю, что такую вещицу может себе позволить каждая девушка, да, в городе Владивостоке. Это абсолютно приемлемо, но в то же время это уникально. И такой вещицы… Не будет ни у кого уж точно. Ну, не будет ни у кого, да. То есть, конечно, они выпускались не ограниченным тиражом, но тем не менее с каждым годом их всё становится всё меньше и меньше. Надежда, давайте поздравим напоследок всех наших телезрителей с наступившим 2017 годом. Ой, Анна, я с удовольствием. Я желаю всем и нашим дальневосточникам, и всем людям, которые смотрят эту передачу, успехов в 2017 году. Пусть Год Петуха принесёт вам массу ярких эмоций, массу положительных, счастья, здоровья, благополучия, море улыбок вокруг вас. Будьте счастливы. Спасибо вам, что пришли к нам. Спасибо за ваше интересное, доброе дело, что сохраняете предметы, которые радуют глаз нам. Предметы из прошлого радуют глаз будущих поколений. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова